Друзья, следующее упражнение будет у нас направлено в большей степени на широчайшую мышцу спины. В принципе, все движения больше толчковые или когда мы что-то готовим, фотографируем, работаем за компьютером, руки у нас находятся впереди под нагрузкой. А это значит, что грудные мышцы работают все время в тонусе, а мышцы спины, сзади кучок дельты постоянно пребывают в расслабленном состоянии. И от этого мы потом начинаем сутулиться. Поэтому тянущие движения очень важно вставлять в свои тренировки. Сейчас мы используем нашу резинку, потому что у нас такой более втягивающий будет цикл. И я креплю резинку на ручки двери, да, у меня здесь выступает велосипед в этом случае, но вы крепите на ручки двери. Старайтесь все-таки, чтобы резинка примерно была закреплена на уровень локтя. У меня чуточку ниже, но я поставлю ноги пошире и как раз получится тот необходимый уровень. Резинка, надеюсь, у вас у всех уже есть дома. Будет также три уровня. Три уровня этого упражнения. И упражнение давайте назовем открывашка. Исходное положение. Ноги, ширина плеч. Опустились мягко. Колени согнули. Вкопались в землю. Таз вывели назад. Спину сделали прямой. Это очень важно. Руки вывели, но сильно не кругли спину. Старайтесь спину все время держать в нейтральном положении. Учитесь этому и прям нарабатывайте до стереть их движения. Потому что в основном, во всех упражнениях со своим весом тела спина должна находиться в нейтральном положении. Опустили плечи, потянулись макушкой вверх и будем делать тянущие движения. Давайте сделать так. Первое движение у нас идет локти точно вдоль корпуса. Вдоль корпуса. На усилие старайтесь сделать выдох, но опять же, дыхание здесь не будет играть первостепенную роль, потому что работа не с большим весом. Внимание! Уделяем тому, что лопатки сводятся полностью и локоть уводится максимально. Грудная клетка и грудь раскрывается полностью. Это основной акцент. Нужно сделать так, чтобы включились в работу мелкие мышцы. Резинка будет давать плавность хода и чем ближе вы будете тянуть ее к себе, тем сложнее будет. Чем дальше уводить резинку от себя, тем будет легче. Поэтому здесь будет минимальный процент риска получения какой-либо травмы. Давайте сделать первое тянущее движение корпусу, второе тянущее движение локти. Чуть уводим в сторону. Стараемся задействовать и широчайшую мышцу, и задний пучок дельты. Напряжение, интенсивность регулирую с помощью резинки. Старайтесь держаться на уровне 7, так чтобы не было сильно просто, но и не было запредельно сложно. Развиваем мы силовую выносливость. Это первый уровень, базовый для новичков. Упражнение называется открывашка. Второй уровень. Добавляем приседания. Внимание, уделяем уже нейтральному положению спины ноги. Исходное положение такое же. Ширина плеч, стопы немножко развернуты. Опускаемся вниз, таз уходит назад, колено не выходит за большой палец ноги. Спина прямая, руки выведены вперед. И на усилие, поднимаясь вверх, мы заводим локоть за линию корпуса. Вдох, выдох. Исходное положение. Финальная точка. Исходное положение. В финальной точке мы опускаемся на уровень резинки. Плечо у нас равняется с резинкой. Кисть можете крутить. Локти пускаем также вдоль корпуса. И немножко разводим в стороны. Вдоль корпуса. И немножко разводим в стороны. Опускаетесь до уровня, чтобы колено поравнялось с тазом. Следите в зеркало или записывайте на видео, чтобы таз не подкручивался и вы не округлили спину. Также важно, резинка будет тянуть вас вперед. Ни в коем случае не позволяйте ей скруглить вас в грудном отделе позвоночника. Все время сопротивляемся. Мышцы разгибателей спины активно работают. Это второй уровень сложности. Упражнение открывашка. Третий уровень сложности. Добавляем нестабильное положение. Будем еще поднимать одну ногу. Как я усложняю упражнение? Это могут быть высота. В упражнении можем опускаться, подниматься. Естественно, вес упражнения. Также, когда мы убираем точку опоры, упражнение усложняется. Здесь мы будем использовать уже и высоту, и будем убирать одну точку опоры. Исходное положение тоже. Ноги, ширина плеч, стопы немножко в сторону. Помните, что колено у нас смотрит точно куда и стопа. Если стопа смотрит вперед, колено сгибается и смотрит вперед. Если стопа смотрит в сторону, колено смотрит точно в сторону. Стопа это рельсы, колено это составы, которые ездят по этим рельсам. Итак, исходное положение тоже. Плечи опущены, спина прямая. Макушкой потянулись вверх. Старайтесь не смотреть вниз, время чуть выше горизонта. Опустились вниз. Это финальная точка. Исходное положение. Подняли колено. Чик. И другая нога. Тяга. И колено. Как будто притягиваете какого-то соперника к себе и бьете его колено. Почти упражнение из единоборств. Опускаемся плавно. Поднимаемся, можно немножко взрываться. Опускаемся плавно. Поднимаемся, можно немножко взрываться. Фух. Фух. Выдох. Выдох. Записывайте на видео. Смотрите в зеркало. Это должно выглядеть очень красиво, эстетично. Присылайте видео в чат с хэштегом Conan of Watch The Technique. Скопируйте его, вставляйте. И я посмотрю вашу технику. Третий уровень сложности. Упражнение открывашка. Третий уровень. 360. Ты центра Sonoи Fah Top Leaming. КОНЕЩИЯ НЕВАРНЫЙ ПОДЧИТ primo. КОНЕЩИЯ НЕВАРНЫЙ ПОДЧИТЕ КОНСООБИЕ В МРА FIRМИ течение texts причем со val möchten. Продолжение следует...